Игнатий Тихонович, мир вам! С миром, Михаил! Меня слышно? Отлично! Я вышел с работы вот здесь, в парк. А меня слышно? Очень хорошо, и вижу вас хорошо здесь. Ну вот видишь как, все к месту. Да. Я вчера с Николаем Астаховым разговаривал. Вот он там на даче, там связь плохая, но беседа получилась. Вот звоню у вас спросить разрешения приехать, принять крещение. Разрешаю. Спасибо, Христос. Потому что мы вас хорошо знаем, и кроме положительного ничего нет. Ну я такой вот, как-то уверенность. Ну видите, был один, очень тяжело было так совсем. Ну и поговорить не с кем, да. А сейчас у меня такие братья появились здесь. Владимир, вы с ним общались. Протокоп, да, у него фамилия? Вот он хочет ехать на машине, и представляете, ему нужен попутчик. Хорошо, хорошо. Ну мы на машине проехали 120 тысяч километров. Поэтому я уже всем об этом рассказывал. Да. Это Бог сделал так. И главное, вернулись живые. А в Швеции была поломка когда. А из России поступило сведение. Бросайте машину, перегружайте. Сейчас даем деньги, покупайте иномарку и дальше едете. Я говорю, никогда. Она как лебедушка. Колымага такая. Э, нет. У нее обе ведущие. Посадка высокая. Она идет как танк. Да, жрет много. Мы только на одну поездку 440 тысяч на горючее отдали. Ну так и ехали от Тихого Атлантищика до Атлантического океана. Ну да, а нам тут всего 4 тысячи проехать. Ну. Машина тоже у него большая. Ну да. Я сегодня с ней всем встречаюсь практически каждый день. Мы тоже беседуем очень много. Он очень интересный человек и знает много. А кто он? Меня. Владимир. Он вам звонил. А, Протопопов который. Протопопов. Да, да, да. Ну, 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 ну. Серьезный мужик. Да, мужик очень серьезный. Ну так понятно. Я вам писал по поводу ребенка, но, наверное, я не смогу взять старшую дочку. А сколько ей? Десять. Десять лет? Десять лет, да. Ой, взять надо. Вот я вот, я буду стараться, конечно. Она крещение примет и отдохнет. Я в начале детского лагеря. Это вообще замечательно будет. Бери обязательно. Если место свободное есть, еще поговори какая-нибудь знакомая, близкая. Пока время есть, потому что обстановка быстро меняется. Да, обстановка накаливается с каждого дня. Работы уже практически нету. Я работаю в фирме. Ну, там, все, мы сидим, ни звонков не заказывают. Везде. Во всех отраслях. Такое, ну, знаете, у меня, я сравниваю, как Титаник, да. Да, вот врезался в айсберг, а люди еще танцуют и пьют шампанское. Да, тут вот еще какой вопрос, что этот айсберг, это лед, где откололся два года назад, и он плыл и плыл и плыл, чтобы и как раз к нему. У Бога вымерено было, когда его отломить, такой айсберг. И тогда они поцеловались с ним. Потому что главный конструктор говорит, его и сам Бог не потопит. Действительно, он непотопляемый был. Ну, на полном ходу врезался и там разорвал. Какая величина-то все за... Так что, да, мы все иллюзиями доживем. Считаем, что так и будет все, да. Сейчас эта волна пройдет, и дальше все вернется на старую глину. Если уже они начали, то они обязательно должны довести до того, о чем говорится в апокалиптисе 13 главе. А потом 17-18. Пыль до неба и дым. Там, смотрите, я могу Владимиру взять список, да, каких вещей, чтобы мне взять с собой. А я вам уже сказал, чтобы брать с собой? Нет, еще пока нет. Я сейчас тогда вам скину. Вы сами там смотрите в машине. Я скину так, как которые в лагерь ехали, дети. И разницы нет, взрослые там, что с собой взять надо. Ну и маршрутку скину. Маршрутку. Вы сразу ее как-то отпечатаете, в одном экземпляре не держите, а в двух. И там адреса, все даются. Обязательно. Как ехать? Я тогда Вячеславу Семенову тоже позвоню, его с ним говорю. Вы собирайтесь вместе, удобнее вместе-то будет, лучше. Чтобы как-то соединить вас. Мы все это обсудим, да, конечно. Просто Владимир хочет и пораньше уехать, чтобы там поучаствовать, познакомиться, пообщаться. Но мы будем на связи и корректировать наше движение. А у вас из близких-то никого больше нету? Нет. Нету. Я стараюсь, как бы людям говорил и... Миллионы кресятся обманутые люди, жуть какая. Притом никаких доводов не принимают ничего. Писание как будто не существует. Какое ужасное состояние на священной среде. И главное, они даже не воспринимают это, да. Даже говорить бессмысленно. Ну как, смысл есть, но это просто агрессия и... Это нерожденные свыше мертвые люди. Проклятые, потому что кто дело Господне делает небрежно, проклят. Иеремия 48, 10. Они даже не знают, что они уже проклятые Богом. Вот и меч Господень. И не удержив меч, иначе будешь проклят. Даже молиться не за победу, ничего нельзя. Только говори, да будет воля твоя. Да, только это и хочется говорить. Другое на ум не приходит. Кается и... Это повеление Божие. Повеление Божие. Поэтому тут приходит и приходит на одно русло. Нельзя молиться о том, что, ой, Господи, останови, да то другое. Как проклят, кто меч удержит от крови. Бог побудил прийти какого-то, кто-то и дальше рассуждают. Как было в войну. Вот видите, а если бы все так рассуждали о Гитлере... Да он не родился бы. Не было защития даже. Айсберг оторвался на два года. А перед тем, как наказать, уже 40 лет, как назад защит был Адольф Алоизович. Он бы не защитился, и все. У Бога все вымерено. Когда, кому, где быть. Заранее он знает. В такое-то время потребуется такое-то, выставляет этот айсберг. Вот он плывет теперь. Все, я сейчас вам скидываю сразу данные. Все, благодарю вас. Да вы как-то еще с кем поедете и тому дайте, чтобы у него в разных карманах было. Обязательно, да. Все, я сейчас Владимиру сообщу. Да, да, да. Все, я отхожу. Все, спаси Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте.